Серега, поздравляю с победой и с дебютным мячом. Поделись эмоциями и впечатлениями по игре. Ну, можно, мне кажется, фильм снимать про этот матч. Рады, что у нас получилось победить в такой, не знаю, ошеломляющем матче, где было все, и борьба, и характер, и наша симпатичная игра до, наверное, второго удаления. Поэтому мы рады, что у нас получилось победить и порадовать наших болельщиков, которые смотрели не только на стадионе, но и по телевизору, и все за нас болели. Когда у тебя была боль Валентинка, она удалили, ты еще находился на поле, или когда тебя заменили, ты как на иголках, наверняка, находился в остатке мяча? Ну, когда ты внутри на поле находишься, нет времени, чтобы переживать за что-то и думать о чем-то, когда уже меняют. И я не знаю, мне кажется, у меня скоро, там, в 20 лет уже седые волосы будут, если так будет продолжаться. Илья Валентинка спросил про ключевой момент в матче, он сказал, что это второе удаление, а ты, как считаешь, какой ключевой момент был в сегодняшней игре? Ну, все-таки что, то, что мы успели забить до второго удаления, это принесло нам победу, но то, как мы выстрелили после второго удаления, это, я не знаю, это просто мое почтение. Я никогда такого не видел, и рад, что удалось оказаться внутри команды, когда это все произошло. Ну, расскажи про сам гол, как сложился, как вообще он произошел. Ну, я не знаю, я такой только в фифе какой-то видел, когда там новичок ставит, что за два паса, можно сказать, мы забили гол, разыграли комбинацию, ну и Макс Глушенков, как он это умеет, отдал пас на 35 метров, после которого, ну, я не имел права просто не забить. Почему Шведой ты пробил? А, мол, можно было в ближний попробовать? Ну, всегда просто в таких моментах. Если футболист не левша и мяч под правой ногой, если ударить внешне, то просто это будет тяжелее для вратаря, потому что это опадящий удар, ему тяжелее будет дотянуться, поэтому рад, что получилось исполнить и забить. Субтитры создавал DimaTorzok